Что такое временная регистрация? В настоящее время, когда человек волен свободно передвигаться по стране и за ее пределами, он может быть прописан в одном месте, а фактически проживать в другом. Но чтобы государственные органы, муниципальные учреждения и в некоторых случаях коммерческие компании могли знать, где человек находится, может потребоваться временная регистрация. Так, например, ее нужно будет получить при устройстве ребенка в школу, когда родители арендуют квартиру или проживают у родственников. Особенности временной регистрации Временная регистрация для российских граждан не является обязательной. Но при длительном пребывании ни по месту фактической прописки она может потребоваться. Чтобы не заиметь проблем после ее оформления, арендатору помещения и владельцу недвижимости необходимо быть знакомым с особенностями оформления данного документа, правами и обязанностями, которые он дает и налагает. Временная регистрация Что такое временная регистрация? В первую очередь следует ответить на вопрос, что такое временная прописка, это закрепление гражданина за определенным местом жительства на непродолжительный срок. Для справки Многие называют временную регистрацию именно пропиской. Но это некорректно. Прописка постоянно, тогда как регистрация является временной. Существует только одно условие, чтобы получить этот штамп. Оно заключается в получении официального одобрения от Нанимателя и всех совершеннолетних людей, которые с ним проживают справедливо Для домов, находящихся в муниципальном или государственном фонде Фактического собственника и прописанных, в большинстве случаев Юридического лица, когда помещение числится за таковым Жилищного кооператива, если помещением управляет его член, который не Является фактическим владельцем недвижимости После того, как была дана информация о том, что такое временная прописка, можно рассмотреть стоимость ее получения В 2018 году она оформляется бесплатно Единственное, частные лица, которым принадлежит недвижимость, могут потребовать оплату за этот документ То, сколько будет стоить услуга, зависит от них самих Право и обязанности временно прописанного Теперь можно перейти к тому, что дает регистрация по месту жительства Самое главное, при ее наличии проживание возможно в соответствующем помещении Регистрация по месту жительства Приезжие из других городов часто делают данный документ с другими целями А именно для возможности Оформлять различные документы в городе Получать кредиты Отправить ребенка в муниципальное образовательное Учреждение по месту жительства Устроиться на работу редко, но требуется Обращение за медпомощью и социальной поддержкой Отвечая на вопрос, какие права дает временная регистрация по месту жительства Можно сказать кратко, те же самые, что и обычная прописка Только на короткий срок и без возможности распоряжаться этой недвижимостью Важно! Отдельного внимания заслуживает один нюанс относительно того, что именно дает временная регистрация Получивший ее человек имеет право оформить такой же документ и на своего несовершеннолетнего ребенка без участия собственника Право и обязанности собственника предоставляемого помещения Суд, владелец недвижимости может потребовать аннулирования ранее оформленной регистрации Но если прописанные отказываются это делать, есть два варианта решения данной проблемы Ожидание окончания действия документа Обращение в суд Чтобы получить желаемое при использовании последнего способа, нужно представить достаточное основание Важно знать Для иностранных граждан, которые в течение длительного периода находятся на территории РФ, временная регистрация является обязательной Поэтому при сдаче им недвижимости необходимо оформлять прописку Если будет проверка, то суд не примет оправданий в виде «Это мой знакомый» или что-то подобное В результате придется платить штраф Риски для собственника Первая и главная опасность для владельца недвижимости – наличие у временно зарегистрированного возможности оформления без получения Разрешений соответствующей бумаги для ребенка Законом разрешается официально пребывающим в квартире или другом в жилом помещении сделать прописку для своих несовершеннолетних детей Но эта проблема легко решается Временная регистрация дается максимум на 5 лет, и по истечению данного срока перестает действовать Но если нужно снять ее раньше, например, через 3 или 4 года, а прописавший не хочет добровольно идти на это, собственник может обратиться в суд Второй риск связан с возможностью нежелания человека выселяться или терять регистрацию Решить данную проблему тоже возможно только через суд Третий – пересчет коммунальных платежей Если не установлены приборы учета, после оформления рассматриваемого документа, размеры отчислений будут увеличены При наличии счетчиков такого не происходит Ключи? Притязание на собственность временно прописанного и основание для принудительного выселения Опаснее всего – потеря имущества, но в этом случае бояться нечего ГК РФ говорит, что временно прописанное не вправе приватизировать целую собственность или ее часть Теперь об основаниях, которых достаточно для принудительного выселения лица Признание виновным в совершении тяжкого преступления Зачисление на военную службу Продолжительное отсутствие по месту прописки Значительные просрочки по коммунальным платежам Асоциальное поведение Нецелевое использование помещения Развод, если супруг, а имел, а временную регистрацию, а недвижимость покупалась до брака Причин, по которым человек может быть выписан из помещения, существует достаточно много Но все-таки собственник не вправе аннулировать рассматриваемый документ без достаточных для того оснований Так, например, не получится выселить порядочного человека, с которым просто произошла ссора Трудности при оформлении временной прописки и способы их решения Оформление документов Главная и единственная проблема, которая может возникнуть при оформлении Отсутствие одобрения какого-то Из постоянно прописанных в помещении Этот вопрос может быть решен только мирным путем Ни суд, ни другие органы регистрационного учета не вправе принудить человека дать свое согласие на это Выше рассмотрены все основные вопросы, касающиеся временной регистрации, прав и обязанностей, которые она дает и накладывает, а также Того, какими могут быть последствия для фактического собственника жилья, который ее предоставил За всеми подробностями следует обращаться к Гражданскому кодексу или юристу Субтитры создавал DimaTorzok